МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Женщину-водителя, отчего та потеряла сознание. В результате неуправляемый многотонный автобус влетел в стоявших на остановке людей, трое из которых погибли, а один остался инвалидом. В своем последнем слове подсудимый частично признал вину и раскаялся, а также попросил прощения у родственников погибших. Дархана Ахмеджанова приговорили к 8 годам тюрьмы в учреждении минимальной безопасности. Также автобусный дебошир обязан будет выплатить компенсацию за моральный и материальный ущерб семьям погибших. Приговор в законную силу не вступил. Иск потерпевших в отношении водителя автобуса Ермек-Шукибаевой и автопарка о выплате моральной компенсации судья отклонил. Поджог мог стать причиной пожара, в котором погибли двое детей в Атараусской области. На месте происшествия полицейские обнаружили емкость с остатками горючего. Камеры видеонаблюдения зафиксировали и подозреваемого с канистрой бензина, купленного на ближайший АЗС. Его уже задержали. Он оказался знакомым матери погибших детей. Напомню, трагедия произошла накануне рано утром в Виндерском районе. Горела квартира в пятиэтажном доме. В одной из комнат пожарные обнаружили тела 10-летнего мальчика и 7-летней девочки. Их мать тоже находилась в квартире без сознания. Сейчас она в реанимации. К другим темам. Государственную поддержку на сегодняшний день получили 12 тысяч казахстанских семей, пострадавших от паводков. В каждом регионе сейчас работает комиссия, которая принимает заявление об ущербе. На данный момент обратились более 20 тысяч человек. Тем временем в одних регионах риск наводнения уже снизился, а в других спасатели и жители готовятся к новой волне. Жанель Кайнеден продолжит. На западе страны в эти дни спасатели, военные и волонтёры радуются результатом огромных физических усилий. Уровень воды в реке Жаик постепенно снижается. Там построили дамбу длиной в 140 километров. И тем самым защитили 80 населённых пунктов от большой воды. Сейчас риск подтопления есть только в районе Ак-Жаик. За обстановкой следят спасатели. Параллельно они продолжают эвакуацию жителей из подтопленных зон. Но в целом ситуация в области стабильная. По данным МЧС, теперь большая вода из запада направляется в сторону Атрауского региона. Накануне из западно-казахстанской области в Атрауску переправили большую команду спасателей. Сейчас в регионе ожидают вторую волну паводков. В целях предотвращения паводков ситуации вдоль реки Жаик в городе Атрау непрерывно ведутся берега укрепительной работы. На сегодняшний день проведено укрепление защитных дам в протяжённости 240 километров. Ранее прибывшие приданные силы и средства распределены по участкам и выполняют необходимый объём работ. На севере страны ситуация похожая и тоже сложная. Ещё одну волну паводков ждут уже в эти выходные. В потопленном микрорайоне Подгора спасатели работают с помощью передвижной насосной станции. В час она способна откачивать 1800 кубических метров воды. Сегодня в этом микрорайоне побывал заместитель премьер-министра Канат Базумбаев. Он дал поручение не медлить с ремонтом жилищ и при первой возможности начать строительство новых домов. До холодов президент ставит задачу, что 100% мы должны их обеспечить жилищем над головой. Поэтому наша задача, как только вода сойдёт, ваши комиссии должны туда зайти. Если даже вода ещё не сойдёт, и будет возможность по колено зайти, надевайте резиновые сапоги, идите комиссионно заходите, снимайте на камеры и обсчитывайте, дефект на акты делайте, не сидите. Канат Базумбаев поручил и оценить ущерб сельхозтоваропроизводителей, чьи поля тоже пострадали от наводнения. Отдельно он встретился с жителями, которых сейчас разместили в общежитии. Им он сообщил, что на строительство и ремонт домов в этом регионе дополнительно 60 миллиардов тенге выделят крупные казахстанские компании. Тем временем 40 спасателей Шымкента вернулись домой из паводковых регионов. Ситуация в затопленных областях, куда их направили для оказания помощи, стабилизировалась. И теперь они приступили к выполнению своих повседневных задач. Со спасателями встретился Бахром Абдулаев. Усен Рахматуллаев с нетерпением торопится домой к семье. Дома его ждут родители, дети и супруга. С началом паводков в Казахстане Усен вместе с 40 спасателями департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента направили на запад страны. Мобильная связь с семьей была не всегда. Но сейчас, после возвращения Усена домой, накрыли Дестархат, а все переживания испарились, признаются родные спасатели. В эти дни очень сильно переживали. Целый день слушали новости, выискивали информацию в социальных сетях. Было страшно за нашего ребёнка. На протяжении почти месяца спасатели Юга помогали жителям подтопленных сёл в Акмолинской области, откачивали воду, доставляли продукты питания и вызволяли людей из захваченных большой водой сёл. Поступило оповещение о поднятии уровня воды, но люди не хотели покидать свои дома. Было такое происшествие в селе Ярослав. 15-летний подросток, страдающий диабетом, остался в селе, отрезанном от суши. Дорогу почти в 3 километра смыло водой, а у подростка закончился инсулин. Нам пришлось доплыть на лодке до села, забрать подростка и возвращаться назад, против течения. Но из-за низкого уровня воды пришлось грести вёслами. Спасатели признаются, что самой большой наградой для них стала благодарность людей, которым помогли. Хочу выразить огромную благодарность сегодняшней проведённой операции. На территории садового сельского округа приплыли сотрудники МЧС, которые оказали нам помощь, перепрали плотины, плотники Желанды. Выражаем большую благодарность МЧС из города Шимкента за переправу отрезанного с села Садовая. Спасибо большое. Спасибо большое. Времени на отдых, как признаются спасатели, совсем нет. Они сразу же приступили к своей повседневной работе. И сейчас проверяют техническую готовность не только транспорта, но и плавательных средств и всего оборудования. К событиям в мире более ста заключённых сбежали из тюрьмы в Нигерии, а помог им в этом сильный дождь, ливший всю ночь. Из-за воды часть тюремного забора разрушилась, чем и воспользовали 118 заключённых. Десятерых поймали сразу, остальных пытаются найти по горячим следам. Правоохранители принимают меры, чтобы не допустить побега из других тюрем и укрепить сооружения. В последние годы в Нигерии такие инциденты происходят регулярно. Это побудило правительство начать проверку исправительных учреждений. О чём ещё говорят сегодня в мире, расскажем в нашем традиционном международном обзоре. Число палестинцев, погибших в секторе Газа, превысило 34 тысячи. Раненых – в два раза больше. Это по данным Хамас. Ситуацию усугубляет то, что инфраструктура анклава сильно разрушена. Спасатели не могут добраться к пострадавшим, которые находятся под завалами. Измученные войной жители сектора Газа опасаются новых атак со стороны Израиля, поскольку премьер-министр Бенимини Таньяху одобрил наземную операцию в Рафахе. Военные готовы к нападению и уже сосредоточили десятки единиц бронетехники вдоль южной границы с анклавом. В небольших городах Южной Кореи не хватает врачей. В больницах отменяют операции. Пациенты подолгу ждут лечения. Во многих медучреждениях прибегают к услугам разъездных докторов, которые приезжают несколько раз в неделю. Такая ситуация сложилась из-за того, что большинство специалистов уезжает в крупные города, либо столичный регион. Даже там есть дефицит кадров. По словам экспертов, ситуация может ухудшиться из-за быстрого старения населения и очень низкого уровня рождаемости. Более 160 редких книг украли из библиотек Европы. По подозрению в преступлениях задержаны 9 граждан Грузии. Предполагается, что кражи происходили в последние два года. Преступники выдавали себя за исследователей литературы и делали фотокопии каждой страницы. При следующем посещении заказывали ту же книгу и заменяли на принесенную копию. Их целью были в основном произведения русских писателей. Ущерб оценивают в 2,5 миллиона евро. К событиям в нашей стране. На Каспии продолжают гибнуть тюлени. Только за последние три дня на побережье обнаружили около 80 тушек. На месте работают представители рыбинспекции, местных исполнительных органов, ученые и экологи. Согласно визуальному осмотру, учеными определено, что тюлени в сильной стадии разложения. Третья и четвертая стадия разложения. Данные тюлени были выброшены западным, юго-западным ветром, штормовым ветром на береговую полосу Тукараганского района. В целом за последний месяц обнаружено 182 мертвых тюленя. Отчего они гибнут, станет известно после того, как эксперты исследуют все пробы. Скромно и без помпы о формате проведения выпускных вечеров высказались сегодня в Минпросвещение. В ведомстве запретили устраивать пышные мероприятия, банкеты, катание на автомобилях и сборы денег. Такое решение принято для обеспечения безопасности и качественной подготовки к экзаменам. Также стала известна дата окончания учебного года. 24 мая, так как 25 выпадает на субботу. В последний день учебы во всех казахстанских школах пройдет единый классный час. А с 12 по 15 июня выпускникам вручат аттестаты. Сегодня в резервате семьи Ормане загорелся лес. Подробности знает мой коллега, ведущий обзор от тревожных новостей Ренат Абдулкоемов. Здравствуйте. Огонь вспыхнул в 15 километрах от села Бородулиха. Несмотря на труднодоступную и болотистую местность, огнеборцам удалось обуздать пламя за считанные часы. Пожар потушили в 18.35. В областном Акимате уже назвали предварительную причину. Огонь разгорелся после падения дерева на высоковольтную линию электропередачи. В Шемкенте 22 человека отравились в результате утечки химиката из грузовой машины, попавшей в ДТП. Пострадавшие утверждают, из 800-литровой цистерны стекала жидкость. В воздухе появился резкий неприятный запах. Жители сразу же почувствовали тошноту, головокружение и затруднение дыхания. После врачебного осмотра всех пострадавших отправили по домам. Сам водитель утверждает, что ввез цистерну в пункт приема металла. Полицейские начали расследование, а экологи приступили к отбору проб почвы на месте происшествия. Пропитанные ядохимикатами грунт вывезли на свалку промышленных отходов. В результате отбора проб установлено, что количество аммиака превышает норму в 4,6 раза, а количество углекислого газа в 1,6 раза выше нормы. Жители Усть-Каменогорска напугала колонна разбитых автомобилей. По городу проехали эвакуаторы с искореженными после ДТП машинами. Что это было, узнала моя коллега Зауреш Бетимбаева. Это не декорация к боевикам, а реальные машины, владельцы которых попали в аварии. Полицейские и прокуроры специально провезли разбитые автомобили по самым оживленным улицам города, чтобы их увидели больше людей. Было страшно, когда я увидела эти искореженные машины. Я думаю, человек, когда садясь за руль, он должен понимать, что он ответственен только за свою жизнь и за жизнь окружающих людей. Каждая седьмая авария на дорогах Восточного Казахстана по вине пьяного водителя, говорят полицейские. Только в Усть-Каменогорске ежемесячно задерживают 50 любителей спиртного за рулем. Предыдущие пять лет мы добились устойчивой тенденции снижения уровня аварийности на территории города Усть-Каменогорска. Однако прошлый год мы закрыли с ростом аварийности. К сожалению, первые три, даже уже, можно сказать, четыре месяца эта тенденция остается. Машины, которые попали в ДТП на дорогах Восточного Казахстана, стоят на штрафстоянке. Судьбы у всех разные. Вот у этих автомобилей похожая история. Возможно, кто-то из водителей выехал навстречу. Как мы видим, от машин ничего не осталось. И выжить при таких ДТП не всегда возможно. Прокуроры отмечают, что в городе участились случаи и автокраш. За год уже зафиксировано шесть фактов, когда машины угоняли с СТО, а затем они попадали в ДТП. На одной из таких станций техобслуживания работник, а именно специалист Маляр, угнал автомобиль клиента в состоянии наркотического опьянения и совершил дорожно-транспортное происшествие. Тем самым причинил ущерб автовладельцу. Прокуроры провели рейды по профилактике краш и угонов. Акцент сделали на автомойке и СТО города. Заврюш Бетимбаева, Дамир Айт Кужанов, Усть-Каменогорск, Первый канал Евразия. Сегодня в Павлодаре вынесли приговор группе закладчиков. Большинство из них чуть больше 20 лет. Поэтому процесс сделали показательным для молодежи. На скамье подсудимых девять участников преступной группы. Суд установил, что запрещенные вещества изготавливали в лаборатории в Астане, а после распасовывали и привозили в Павлодар для распространения. В итоге всех приговорили к различным срокам от 10 до 17 лет. Только одного человека частично оправдались, сняв с него обвинение в участии в преступной группе. При этом организатора наркокартеля так и не нашли. Родные намерены обжаловать приговор суда. По их словам, работу их дети нашли в Телеграм. Вакансия называлась «Курьер по доставке курительных смесей». У меня все. Вероника, передаю тебе слово. Ринат, спасибо. Я продолжу главные новости. События, комментарии, анализ, прогнозы героя и антигероя уходящей недели. Команда программы «Аналитика» готовит к эфиру очередной выпуск. Все подробности в это воскресенье в 20.00. На этой неделе в программе «Аналитика». Женщины, с которыми Бишимбаев общался в день трагедии. Допрос гадалки, а также сюрприз в телефоне. Видеозапись, о которых раньше никто ничего не говорил. У нас сегодня 17-е судебное заседание, начиная с 27 марта. Все, готовьтесь, пожалуйста, к судебным премьям. Крепкое плечо в момент большой беды, пострадавшие от паводков, могли опереться на спасателей, волонтеров, военных. Никто не сломался, никто из них не заболел. И я горжусь, что я стыду с таким почтением. Опасное явление, которое обретает пугающие масштабы – буллинг. Получится ли изменить ситуацию новому закону? Это очень быстро приводит человека к мысли, что он тотально не такой. Тотально что-то с ним не так. Смотрите в это воскресенье в 20.00. Вы смотрите главные новости, и мы продолжаем. Степеням орденов Айбин присвоены имена воинов-героев. Речь о легендарных казахских личностях Сагадате Нурмагамбетове, Бауржане Мумушалое и Рахимжане Кушкарбаеве. Соответствующие поправки в закон о государственных наградах сегодня подписал Касмжумар Токаев. Их разработали после поручения президента на третьем заседании национального Курултая. Напомню, ордена Айбин вручают военнослужащим и сотрудникам силовых структур за проявленную во время службы храбрости и отвагу. Сегодня в столице прошло заседание Совета министров обороны государств-членов ШОС. В этом году страной-председателем Шанхайской организации сотрудничества является Казахстан. И по нашей инициативе 24-й год объявлен Годом экологии. Именно поэтому сначала главы оборонных ведомств высадили деревья в центре Астаны, а уже после приступили к совещанию. На встрече обсудили международную и региональную безопасность, а также вопросы дальнейшего сотрудничества. Кроме того, страны подписали совместный план работы на этот год. Напомню, в ШОС помимо Казахстана входят Китай, Россия, Индия, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Пакистан. Все эти страны сегодня участвовали в заседании. В столице высадили около 300 саженцев груши на одной из пешеходных аллей. В озеленении участвовали представители дипломатических миссий, общественные деятели и спортсмены. Они считают, что такие акции необходимо проводить постоянно и развивать экокультуру города. Самое главное то, что мы хотим видеть этот город, Астану, в котором мы сейчас живем, работаем зеленым. Это же середина степи. Мы хорошо знаем обязательства Казахстана посадить миллионы деревьев. Это помогает и зеленой трансформации, которую поддерживает Европейский Союз. Посадка деревьев приурочена к эко-акции «Таза Казахстана» и ко Дню Единства Народа Казахстана. Продолжим выпуск. Алматинец Даурен Альканов на инвалидной коляске уже более 10 лет. Несколько лет назад, так и не найдя для себя и своих друзей мастерских по ремонту инвалидных колясок, молодой человек решил заняться этим сам. Что из этого вышло, расскажет Жанар Канафина. Супруги Ануарбек и Акзияш работают в мастерской по ремонту инвалидных колясок уже два года. День бывает у нас, например, одна коляска будет, это сам минимум. А так 3-4 коляски в день бывает приходит. У кого-то там колесо переднее, у кого-то заднее, у кого-то деталька сломалась, пластик, его надо заменить, найти такой же. Потом аккумуляторы заменяем на электрические коляски, потому что аккумулятор для инвалида очень дорого. Аккумулятор один стоит 70-80 тысяч, а там их два. Я перешиваю чехлы колясок. Они часто рвутся, изнашиваются. И люди приходят, инвалиды с колясками, вот я их перешиваю. Каждая коляска индивидуально шьется. Чехлы индивидуально шьются. Идея ремонтировать инвалидные коляски пришла в голову Даурену Альканову еще до пандемии. Сначала приступили к делу. Потом вынесли этот вопрос на обсуждение в Маслехат, который принял решение о выделении денег. За последние 4 года отремонтировали около 1000 колясок. Теперь другие города, ссылаясь на Алмату, такие же центры открывают в помощь городского бюджета. Это очень удобно. Мы помогаем, мы находим, где запчасти им купить и так далее. Помогаем этим мастерским. Однако люди с ограниченными возможностями не останавливаются на достигнутом. Год назад, узнав о проблеме с инватакси, Даурен организовал и эту услугу. Взрослых колясочников мы в прошлом году взяли, возили 8 месяцев. Отзывы очень хорошие, мы улучшили, что время подачи целый день можно подавать. Возили до ночи, сделали не две поездки, а три. И в этом году мы взяли детей колясочников. Так как в прошлом году поставщик обязался, ну, говорил, что улучшит парк и так далее. Но это он и сделал. В Центре социальных услуг Тиэн Когам помимо ремонта колясок для людей с особенными потребностями работают курсы английского и казахского языков, юридические услуги и другая помощь. Жанар Канафина, Айден Калуф, Алматы, Первый канал, Евразия. Съемочная группа программы «Хаймак» подготовила очередной выпуск, который в нашем эфире можно будет увидеть в это воскресенье. Не пропустите. В ближайшие годы в этом селе будут добывать миллионы тонн угля в год. А раньше только растили скот и пахали землю. Ты как за трактором луч ухажешь, чем за женой. Также здесь очень чтут и развивают национальные традиции, воспитывают чувство патриотизма. Наш флаг выше поднимается всех государств. Это приятно. А еще в этом небольшом селе есть чемпионы Казахстана, Азии и даже мира. Как это у них получается? Правда сказать. Смотрите в это воскресенье в 9.30 на Первом канале Евразия. В Павлодарской области потерпела фиаско акция по бесплатному чупированию кошек и собак. Она была объявлена в феврале для социально уязвимых категорий населения. В частных клиниках эта процедура обойдется в 3, а то и в 5 тысяч тенге. И тут бы воспользоваться возможностью бесплатного чупирования. Однако ни одного желающего так и не нашлось. Отмечу, что на эти цели из бюджета традиционно выделяют 6 миллионов тенге. В прошлом году большую часть этих денег пришлось вернуть в госказну из-за неосвоения. Мы в прошлом году всего лишь прощупировали 500 животных. Потому что люди особо не с охотой шли. В этом году мы сколько бы на инстаграм-сайтах, на соцсетях рекламируем, эта работа пока не начата, не идет. Люди не идут. Между тем, с сентября прошлого года чупирование по закону стало обязательной нормой. Из-за нахождения кошки или собаки без чипа на улице владельца могут оштрафовать на 36 тысяч тенге. В управлении ветеринарии призывают жители области и социально уязвимых категорий населения приводить животных на бесплатное чипирование. Эти же услуги оказывают во всех городах и районных центрах Павлодарского региона. На первом канале Евразия продолжается телевизионная игра «Телебум». Имена обладателей ценных призов становятся известны каждый понедельник в эфире программы «Доброе утро, Казахстан». Все, что нужно для выигрыша, смотреть в течение дня нашей программы и следить, когда на экране появится код. А после в течение трех минут отправить его в специальный телеграм-бот. Для регистрации введите название в строке поиска. В открывшемся чате необходимо нажать «Старт», указать номер, выбрать язык и отправить код. Напомню, участвовать в игре можно с 18 лет. Розыгрыши проходят каждую неделю, каждый месяц и каждые полгода. А к Наурызу самые активные смогут выиграть супер-призы – автомобиль и квартиру в Алматы. Более подробная информация об игре на сайте 1tv.kz. Прямо сейчас прогноз погоды, а сразу после вас ждет программа «Парламент онлайн» с Олибеком Рзабаевым. Не пропустите. А далее капитал-шоу «Поле чудес». Приятного просмотра. Это были главные новости на Первом канале Евразия. Хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин